Вы часто спрашивали у нас рекомендацию по поводу надежных автомобилей. Так вот, сейчас мы вам дадим еще более исчерпывающий ответ. Мы посоветуем надежные и не капризные автомобили с автоматическими трансмиссиями, а также расскажем, как менять АТФ самостоятельно, сколько ее надо и какие нужны расходники. В общем, устраивайтесь поудобнее и сейчас вы узнаете, какие поджопники являются надежными и как обслуживать автоматическую трансмиссию. И, кстати, в «АвтоСтронге» есть очень много автоматических трансмиссий, а также у нас еще можно купить АТФ. Итак, начнем с очевидных вариантов. Полоседан и Шкода Рапид. Эти авто вполне европейского качества появились в 2009 году и в 2012 году соответственно. И, что сразу было классно, они сразу начали поставляться с шестиступенчатым автоматом. Да, были еще версии с DSG, а также с 1,4-литровым турбомотором. Но сейчас не про них, хотя надежности там тоже хватает. Итак, Поло и Рапид в версиях с 1,6-литровым двигателем оснащались очень надежным японским автоматом Asin TF60SN, а в реестре VAG он называется 0,9G. На секунду вернемся к 1,6-литровым двигателям. Так вот, ранний 105-сильный двигатель был с цепным приводом ГРМ, а позже, после 2014 года, его заменили на тоже 1,6-литровый, но с ременным приводом ГРМ мощностью 110 лошадиных сил. Есть еще у этих двигателей и дефорсированная версия, то есть минус 20 лошадиных сил, но с автоматическими трансмиссиями такой мотор не сочетался. Объективно и седан, и лифбек отлично себя зарекомендовали. Даже стучащий поршнями двигатель 1,6 CWVA не подвел. А помните, сколько было шуму. Если говорить про автомат, то он прекрасен. Asin TF60SN быстрый и плавный в работе, ходит примерно 400 000 км. Как его обслуживать, спросите вы. Надо обязательно менять масло каждые 60-80 000 км. Оригинальное масло сегодня мы в продаже не обнаружили. Но не беда. Прекрасно подойдет Toyota WS, а также Mobil 3309. На заправку надо 7 литров масла. Меняйте. Также фильтр с уплотнительным кольцом, также прокладку поддона и также уплотнительное кольцо под болтом пробкой поддона. В ходе слива масла через пробку и последующего снятия поддона удается слить около 2,5-3 литров масла. Столько же можно залить сверху через заливное отверстие. Уровень масла контролируется через переливную пробку в поддоне. Она совмещена со сливной пробкой. Если масло снова подтекло, то уровень достигнут. Чтобы избавиться от большего количества старого масла, надо провести 2 или 3 частичные замены. Сколько частичных замен и как часто производить? Решайте, естественно, владельцу. Никаких официальных рекомендаций по этому поводу нет. Эти автомобили с 1,6-литровым атмосферником и автоматической трансмиссией расходуют по трассе при скорости 100 км в час 6,5 литра топлива в городе девятку. Цены на полоседан стартуют с 7,5 тысяч долларов, а вот на рестайлинговые машины легко эти цены переваливают за 10-12 тысяч. Идем далее. Корейские седаны Solaris и Rio. Куда же без них? Эти автомобили стартовали в 2010 году и практически к ним никаких нареканий не было. Неправильно подобранные амортизаторы в задней подвеске неприятно удивили. Но зато это хорошие и надежные машины. У них двигатели 1,4 и 1,6 алюминиевые. Тоже прекрасно себя зарекомендовали. И вот еще какой факт. 1,6 корейский едет намного интереснее в плане отклика педали газа, чем немецкий 1,6. Автоматических трансмиссий у этих ярких представителей B-класса две. Четырехступка до рестайлинга, который случился в 2014 году. Затем на вот эти автомобили начали устанавливать общекорпоративный шестиступенчатый автомат. Так вот, эти две трансмиссии абсолютно адекватные. И живучие капремонты им светят при пробегах более трехсот тысяч километров. В четырехступенчатой трансмиссии А4ЦФ1 используется АТФСП-3, полный заправочный объем 7 литров. Через пробку в масляном поддоне удается слить до 4,5 литров старого масла. Можно столько же залить и на этом закончить замену, но можно провести и замену с прокачкой. Проще всего для этого используют специальный стенд и литров 10 нового масла. Если хочется сделать все в гараже, то после установки нового фильтра и прокладки пробки, приклеивания поддона на герметик можно снять одну из трубок подачи АТФ в радиатор охлаждения. Просто определитесь, по какой из них масло поступает в радиатор, а по какой возвращается в трансмиссию. Конец трубки опускаете в емкость, заводите двигатель и сливаете по пол-литра или литру масла, доливаете новое. И вот таким вот образом частичная замена превращается практически в полную, а уровень АТФ определяется по щупу при нагретой АКПП. Замена масла в шестиступенчатой трансмиссии А6GF1 проходит похожим образом, однако щупа тут нет. Для выставления уровня используется пробка сбоку на пластиковой крышке кожухи трансмиссии, а фильтр при замене и обновлении масла заменить не получится. Он находится глубоко в корпусе трансмиссии, то есть фильтр даже не покупайте. Кстати, поддона снизу у этой трансмиссии тоже нет, тут просто съемная крышка на боковине. Через сливную пробку удается слить 4 литра масла, полный заправочный объем 7.3, используются АТФ-SP4 и ее многочисленные аналоги. Также масло можно поменять не только частично, а на специальном стенде. Он выкачивает старую АТФ по трубкам, которые подают АТФ в радиатор, и сразу же закачивает новую АТФ. Цены на бушные Hyundai Accent и Kia Rio стартуют с 8000 долларов, а вот за рестайлинговые автомобили с шестиступенчатым автоматом просят уже примерно от 11000 долларов. Ну, потребляют топливо они примерно стандартно – 6-6,5 литров по трассе и 9-9,5 литров в городе. Идем далее. Неплохим вариантом, чтобы ездить, является Lada Granda. Это самый продаваемый автомобиль в России. Так вот, это типичный представитель B-класса, длиной 4,250 см в формате хэтчбека либо седана, а с 2018 года в формате пятидверного хэтчбека и универсала. И вот эти кузова Granda получила после поглощения модели Calino. Да, этот автомобиль тоже часто встречается с автоматом, и это японский старый автомат Jatka GF414E. Но он очень годный и надёжный. И, пожалуй, это самая надёжная часть Granda. Что можно сказать про Granda? Её инжиниринг уходит в 1980-е годы, и это многое объясняет. Например, отсутствие переднего подрамника, то есть ходовая сразу крепится к кузову. В общем, кто-то считает Granda средством передвижения, а кто-то гужевой повозкой. Короче, вопросики есть. В частности, есть вопросы по коррозионной стойкости кузова. Ну, на 1935 год кузов зацветает. То есть ищите рыжие отметины на краях всех кузовных деталей, а сколы краски быстро рыжеют. Также есть много нареканий по мелочам. От негодных уплотнителей до настиж открытых для грязи и влаги с тыльной стороны задние фонари. Также ненадёжная электрика электроника. Также слабенькая рулевая рейка, а также много шумов и вибраций. А вот автомат «Жатка» стал доступен на Granda в 2013 году в паре вместе с 16-клапанным мотором, который развивает 98 лошадиных сил. И претензий к этому двигателю нет. Особенно после 2018 года, когда он получил новые поршни, которые исключают столкновение поршней и клапанов после обрыва ремня ГРМ. Как же обслуживается этот японский автомат? Дело в том, что заводского регламента нет совсем, но владельцы Granda многие не рискуют и меняют масло в этом японском автомате каждые 60 тысяч километров. Меняется оно максимально просто. Через пробку в поддоне сливается около 3 литров масла. Столько же остается еще в гидроблоке, а также в гидротрансформаторе. Затем после снятия поддона становится доступен фильтр. Его можно почистить с помощью очистителя карбюратора, либо же очистителя тормозов. Затем поставить поддон на новую прокладку и залить недостающее масло через щуп, который находится сверху трансмиссии. В этой частичной замене масла нет ничего плохого. Нередко владельцы Granda покупают литров 8 трансмиссионной жидкости и выполняют полную замену с прокачкой. Можно либо сразу найти подходящий для этого стенд, либо выгонять старое масло через шланги и его подачи в теплообменник, совмещенный с радиатором охлаждения двигателя. Для заправки можно использовать либо оригинальную ATF Nissan Matic S, либо любые ее аналоги типа ATF Dexran 6, ATF 6 или мульти-ATF. Служит такая четырехступенчатая трансмиссия 300 тысяч километров и даже больше. Про расход топлива Granda с автоматом. При скорости 100 км в час по трассе этот автомобиль расходует 6,5 литров топлива, а вот при городской эксплуатации в районе десятки. Ну, что по стоимости? По стоимости самые старые Granda стоят 5-6 тысяч долларов, а вот такие свежие рестайлинговые после 2022 года стоят примерно 11 тысяч долларов. Ну, а следующим в нашем списке будет не автомобиль, а отдельно взятая АКПП, которая устанавливалась на десятки французских автомобилей. Как вы думаете, о какой АКПП пойдет речь? Правильно, AL4, она же DP0 и ее остальные модификации DP2 и AT8. Эта четырехступка родом из 90-х и является спутником многих недорогих французских автомобилей. Ее устанавливали на машины от Logan до Duster от Megane и Fluence до 408 Peugeot и Citroёna C4, а также ее устанавливали на минивены 806 и 807. Ну, по сути, практически любой автомобиль французский из двухтысячных с объемом двигателя от 1,6 до 2,0 оснащался вот этой четырехступенчатой трансмиссии. Это потом появились шестиступенчатые айсины и вариаторы. Не забудьте вписать сюда и Nissan Tirano, и Nissan Almera. Эти автомобили сделаны просто и недорого, и по мелочам не беспокоят. А вот трансмиссия AL4, она же DP0, в плане надежности не подарок. Причем, обычно подводит ее электронная часть. Проблемы с регулированием давления начинаются из-за уставших соленоидных клапанов для регулировки главного давления и управления блокировкой гидротрансформатора. Эта трансмиссия очень не любит перегреваться, а ее теплообменник не особо-то справляется со своей задачей, особенно если температура окружающей среды реально высокая, то есть если жарко. И поэтому придумали специальный адаптер, который ставится под теплообменник и имеет штуцеры для подключения дополнительного радиатора охлаждения. Так вот, такой вот радиатор дополнительный есть штатно в модификации этой трансмиссии, которая называется AT8. Для полноприводного Renault Duster еще нередко возникают течи по уплотнительным кольцам теплообменника, а что еще гораздо дороже в ремонте – по втулке насоса, то есть из-под гидротрансформатора. Ну и скажем, что вообще трансмиссия DP0 при нормальном обслуживании служит примерно 200 тысяч километров, ну и больше. А вот если откровенно экономить над этом самом обслуживании, то она пройдет примерно сотку. Зато полный ремонт под ключ этой трансмиссии стоит тысячу долларов. Замена масла производится очень просто, фильтр не меняется, он становится доступен только после полного разбора корпуса трансмиссии для частичной замены на до 4-х литровая канистра масла Dextran 3, либо же более специализированного D3C. Менять масло надо каждые 50 тысяч километров. Можно менять масло частично, можно полностью решать вам, потому что никаких официальных рекомендаций на этот счет нет. Через сливное отверстие в поддоне сливается около 3,3 литра старого масла. Полный заправочный объем 6 литров. Сливная пробка совмещена с переливной трубкой, по которой выставляется уровень. Заливная пробка находится сверху. Не забудьте купить новые прокладки, заливной и сливной пробок. Автомобили с такими трансмиссиями потребляют примерно 6-6,5 литров по трассе топлива, а также примерно 9-10 литров в городском цикле. А вот двухлитровый полноприводный Duster не прочь покушать и 11-12 литров. Так вот, стоимости на эти машины весьма неплохие. То есть Peugeot 408 и его клон Citroёn C4 в хорошем состоянии можно найти за 6,5-7 тысяч долларов. И заметьте, вот эти полноценные седаны C-класса дешевле, чем тот же Polo и Solaris. И приличный полноприводный Duster обойдется примерно 8 тысяч долларов. Итак, а теперь следующий автомобиль, чтобы не дергать ручку механики и ездить без проблем, это Chevrolet Cobalt. И это Chevrolet Cobalt, который пришел на смену Lachete в 2013 году. Сделаем небольшое лирическое отступление к Lachete. Это был автомобиль с двигателем 1.6 и старым автоматом четырехступенчатым от Isen AW8140LE. Так вот, эта трансмиссия реально неудачная. У Toyota она называется U441E. Так вот, этот автомат можно перебрать своими руками в гараже. Однако, если корпус трансмиссии изношен и пострадал планетарный редуктор, то стоимость запчастей может неприятно удивить. И еще раз скажем, что крайне неудачная трансмиссия. То есть 1.6 литровый мотор у немаленького Lachete может убить эту трансмиссию при пробеге уже в 100 тысяч километров. Ну а теперь вернемся к Cobalt. Этот седан широко предлагается с автоматической трансмиссией. И это будет шестиступка 6T30. На самом деле, современная трансмиссия, которая дает, ну, какое-то чувство уверенности. Все-таки шесть передач. Это удобнее для управления мощностью и экономичностью. Так вот, еще раз повторим, трансмиссия более-менее современная. Масло в ней меняется очень просто. Сверху есть пробка сапун, снизу на картере есть сливная пробка, а сбоку контрольная переливная пробка. Полный заправочный объем ATF. Трансмиссия 6T30. 8 литров из поддона сливается около пяти. Сверху заливается свежая жидкость, пока она не потечет из контрольного отверстия. Для заправки используется масло Dextran 6 и его многочисленные аналоги. Однозначного регламента замены масла для этой трансмиссии нет. Производитель, как обычно, написал, что масло залито на весь срок службы этого автомобиля. А вот в инструкции к Raven R4 масло рекомендуется менять каждые 75 тысяч километров. Если планируете ездить долго, то сократите этот интервал до 50-60 тысяч километров. И ресурс этой трансмиссии примерно 300 тысяч километров. И вот владельцы вот заметили и отмечают экономичность этого седана с большим багажником в 540 литров, то есть по трассе он ест примерно 5,5 литров бензина, а вот в городе примерно 8-9 литров. Хотя топливный бак у него маловато — 46 литров. Цены на Chevrolet Cobalt 2014 года стартуют с отметки 6,5 тысяч долларов, а вот экземпляры 2021 года с пробегами до 100 тысяч километров стоят примерно 11. Ну что ж, и то же. Как мы видим, выбор автомобиля на каждый день, чтобы не дергать ручку механики, весьма обширен. Мы считаем, что стоимость некоторых экземпляров завышена. И за сегодняшний рейтинг мы выяснили, что можно купить более большой автомобиль за меньшую стоимость, чем тот же Solaris, Rapid, Rio и так далее. Ну а какие бы автомобили с автоматическими трансмиссиями вы бы добавили в этот рейтинг? Обязательно напишите в комментариях, мы читаем каждый комментарий. Ну и подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».